Мечта каждого мальчишки в детстве – соорудить лук самостоятельно, а потом стрелять из него. Именно для таких мечтателей вот уже третий год в республике проводятся подобные игры. В этом году в соревновании участвовало более 40 школьников из разных районов Абхазии. Местом проведения соревнования стало поле, подготовленное специально для лучников. Мне на самом деле очень интересен лук, он мне очень понравился. Еще в октябре, когда были соревнования, они проходили не на этой площадке. Мне лук очень понравился. Я хотел заниматься, но возможности не было, потому что я не знал, где можно этим заняться. А сегодня я нашел того человека, с ним поговорил. Он сказал, что они здесь позируются и теперь здесь будут тренироваться. Я хочу примкнуть к их команде. Мне это очень понравилось. Один из идейных вдохновителей и организаторов соревнований отмечают, что возрождением такого вида спорта занялись сравнительно недавно. Но уже наблюдается отдача от поклонников этого направления. Это наша традиция и любовь и желание у детей. С первого выстрела, как ты им покажешь, у них сразу же возникает, все начинают сразу же записываться в клуб лучников. Ну, пока это то, что я наблюдаю. Надеюсь, в дальнейшем будет еще больше. В стрельбе важно все. От правильного положения корпуса и ног до психологического состояния спортсмена. Мишень от спортсмена отделяет около 14 метров. Каждому лучнику предоставляется по 7 выстрелов. При стрельбе там есть свои правила. Там натягивать лук, вроде, когда смотришь легко, а на самом деле его очень сложно. Даже когда ты его натягиваешь, там есть свои правила. То, что стрела должна быть между двумя пальцами и натягивать стрелу нужно либо двумя, либо тремя пальцами. Основной смысл этого вида – набрать большое количество очков. Попасть в десяточку, как говорится. Команда, набравшая больше очков, выигрывает. Одна из главных задач организаторов – привить интерес и любовь к традиционному виду спорта. Ежегодно количество участников и количество желающих принять участие в Спартакеаде увеличивается. Но есть там свои правила. И только лучшие по 5 участников могут принять в Спартакеаде участие. Видим, что нужно развивать, нужно открывать в районах секции, где могут все желающие детишки заниматься. Открыли, как видите, площадку для стрельбы из лука и будем развивать этот вид. По завершению мероприятия президент Рауль Хаджумба поздравил победителей и пожелал успеха всем спортсменам. Продолжение следует... По итогам соревнований третье место заняла команда из Гул Рыбша. Серебро взяли гудаутские спортсмены. Первой стала сухумская команда. Лучшим индивидуальным лучником был признан Умар Казырджан. Линда Тужба, Раму Камке, Абазатова.